Эй, ты чё занимаешься блогерством? Но я и есть блогер. Но ты на ютубе, здесь нельзя заниматься блог... Нет, вообще-то на ютубе этим и занимаются. Приветствую всех в очередном кликбейтерском видео. На самом деле, меня недавно обвинили в кликбейте, и я решил узнать, что это такое конкретно. И у меня как бы были догадки, но вот они действительно оправдались или нет. Посмотрим. В том числе я делал видео про хайп. Можно посмотреть по ссылке в описании, что такое хайп и почему очень глупо обвинять человека-блогера в хайпе, в том числе и в кликбейте. Но давайте разбираться. Кликбейт – это уничижительный термин, то есть изначально направлен на то, чтобы унизить кого-то, а не просветить. Это уже плохо. Описывающий веб-контент, целью которого является получение дохода от онлайн-рекламы. Вау! То есть абсолютно весь контент, который с включенной монетизацией проходит, это кликбейт. Сто процентов. Пожалуйста, определение. Особенно в ущерб качеству или точности информации. В данном случае абсолютно свободная интерпретация. То есть вот снял я это видео, к сожалению, не на iMac Pro, потому что он выйдет всего лишь в декабре. Извините, что не Full HD. Но вот это уже ущерб качеству. Получается кликбейт, да? Опирающийся на сенсационные заголовки. Окей. То есть камикадзе. И вообще, в принципе, посмотрите, в трендах любой заголовок сенсация. Даже у таких, не знаю, таких блогеров, которые называют себя не блогером. Тоже титульные названия. Название тоже сенсация. Привлекательные картинки. Для увеличения числа кликов. Просто дебил писал, у которого нет канала на Ютубе, Твиттера и вообще какой-либо другой социальной сети, Инстаграма, ВКонтакте и прочей-прочей. Любой блогер, который снимает видео, включает монетизацию, который делает видео на Ютуб, в открытый доступ, он ожидает большое число кликов. Любой блогер ожидает большое число кликов. Если ты не ожидаешь большое число кликов, то ты, возможно, тоже можешь пользоваться Ютубом, но не выставляешь видео в открытый доступ, а, например, ссылочку отсылаешь своему другу или кому-то там хотел показать то, что ты хотел сказать. То есть здесь все очень логично. И поощрение распространения материала через интернет. То есть опирающиеся на поощрение распространения материала через интернет. Вау! Здесь тоже полностью Ютуб на этом базирован. Есть кнопка Share, поделиться. То есть изначально Ютуб имеет конструкцию кликбейта. Ради привлечения внимания читателей кликбейт-заголовки обычно не договаривают суть информационного повода и допускают искажение смысла текста. Абсолютно. Особенно, если ты в одном видео делаешь 10 различных тем, и если бы ты писал бы все эти темы в название, то просто ограничение бы сработало, в котором тебе нельзя столько писать различных хэштегов. Соответственно, для этого существуют хэштеги. В хэштегах, в принципе, все темы озвучены. Тоже люди, которые эту статью писали, тут на Википедии жалко не видно, какого числа постоянная редакция была. Но это просто вообще ни о чем. Характерные признаки. Это просто вообще уверять можно. Или поучиться. Использование указательных местоимений. Этот, это, эти. Для создания ощущения диалога с читателем. Вау! Не нужно создавать ощущения диалога с читателем, ведь ты делаешь видео, сидя в одиночестве, в комнате, смотря в камеру, нет никого рядом, ты не должен вообще ни с кем диалог вести. Обращение к читателю на «ты» нужно всегда на «вы». Особенно тем блогерам, которые делают для более молодой части населения, школьники, дети и прочее. То есть всегда на «вы» нужно обращаться, наверное, или вообще не обращаться. Ты же для себя делаешь, для своего эго, а не для кого-то там, для каких-то там зрителей. «Противоречие между обыденным и удивительным». Это сложно для моего понимания. Пропустим этот пункт. Нужно разбираться, как это, что тут имелось в виду. Можете разобрать этот пункт в комментариях. «Немотивированное использование многоточий вопросительных и восклицательных знаков». Ну что значит «немотивированное»? Это вот опять-таки к теме смайликов, что ли. Ну как бы, я не знаю, опять-таки, какого числа эта статья, но смайлики уже появились, да? И как бы они знаками обозначаются. Изначально смайлики были знаками. Скобка и восклицательный знак, и капслок, и вот такие дела. «Обилие ярких эпитетов». Вау, ты не можешь быть эмоциональным вообще никогда. Это гиперболизация при увеличении значимости описанного. Да, вот, возможно, в этом плане, конечно же, некоторые люди перебарщивают, там, особенно в видео «Я чуть не умер», там, и прочее, прочее. Но, серьезно, те, кто не первый день в интернете, уже как-то иммунитет к этому получили, интернет спокойно развивается с этим делом. И он настолько развивается, что кликбейт – это и есть форма, это и есть конструкция, структура того, как производится контент в настоящее время. Да не только в настоящее. То есть люди общаются со своим зрителем, люди испытывают эмоциональную связь некоторые. И да, это все кликбейт. You кликбейт, наверное, нужно назвать. Сайт, сервер. Неполные предложения, обычно передающие удивление или восторг. Если ты собрался написать предложение в названии видео, то, да, удачи тебе. Повелительное наклонение. Это что, это указание? Делай что-то или... Ну... Это призыв к чему-то? Почему нет? Я до сих пор не понимаю, в чем вот смысл. Почему нет? Это не совсем аргумент, но тут тоже аргумента совершенно нету. И просто невозможно работать с таким материалом. Здесь простые утверждения, которые описывают, непонятно на что опираясь, такое явление, как кликбейт. Не говоря о том, что весь интернет, весь видеоконтент, и в принципе контент, это и есть кликбейт. Люди фактически хотят увеличить число кликов. Да? Это логично. Еще раз повторю. Блогер, который создает контент, он рассчитывает на клики. Построение заголовка таким образом, чтобы заинтриговать читателя, но не раскрывать суть информационного повода. Вау! То есть все газеты, все СМИ, все Яндексы, Шмандексы, все, вот эти маленькие заголовки, они 100% раскрывают всю информацию. В названии, блин. То есть кликать даже дальше не нужно. Боу! Я не понимаю просто, о чем это, да? О чем эта статья? И, соответственно, обвинять в кликбейте, это просто верх непросвещенности, на мой взгляд. И надеюсь, этим видео, без обид, я просветил тебя о том, что обвинять в кликбейте, блогер – это абсолютный нонсенс. Это как обвинять школьника, который сильно старается, делает домашнюю работу, делает дополнительные задания и прочее, и поднимает часто руку, и говорить ему, эй, ты просто поднимаешь руку, чтобы получить хорошую оценку. Но цель школьника – получить хорошую оценку, получить знания. Да, вот, в принципе, на этом и закончим. Спасибо за внимание. Будь веганом. До-два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok